Ну, разве это залог победы? Ну, как так можно? Я как бы вообще уже просто уверен, что сейчас и вторая мапа у нас уйдет на том, что нам остается наблюдать только красивые минуса, а о противостоянии каком-либо речи вообще быть не может. Ну, тут уже как смогут ли реабилитироваться хардплеевцы или же нет, потому что все зависит на самом деле, ну, 50%, даже не 50, а 40% все-таки зависит от морали, если морали нету и будут гнобить друг друга, то это не Кмельфо, знаете ли, поэтому тут уже все зависит от этого, но мораль зато у сахарных просто отвалится, так что хоть попой жуй на самом деле, поэтому я думаю, что вторую карту они себе спокойно заберут и на этом закончится. Финал узоров. Посмотрим, смогут ли ребята вторую мапу себе сразу же на изи, так сказать, забрать, но по крайней мере, Нужу мапу они, да, мапу они будут, ой, мапу, в сторону будут выбирать они, ну, будем надеяться, что они сейчас нам покажут опять же хорошую оборону и на смене хорошую атаку. В принципе, красивая игра идет у коллектива Сахарные, есть неплохие минуса, коллективу Хардплей я просто хочу пожелать, чтобы ребята перестали ссориться с друг с другом, друг с другом, так будет правильнее сказать, и просто собрались, наконец, поскольку, ну, я не знаю, когда уже даже среди коллектива идет разногласие, ребята рычат друг на друга, то о победе, о залоге даже победы вообще речи быть даже не может, как бы, такое дело, и с инфой работать более аккуратнее, мне кажется, там просто разнос в TeamSpeak или где сидят ребята, то, что просто... возмущаются, скорее всего, да где, да как меня убили и прочее, а инфы совершенно никакой координации... Друг на друга, да. Друг на друга, и в итоге... Ну, в принципе, это даже по чату было понятно, то, что ребята ругаются, и я уже просто сразу же могу сделать ставку на Сахарные, потому что, не знаю, там, ну, с тем же счетом, там, 10-3, допустим, там... 10-3? Ну, я не знаю, мапа, смотри, если на Мидтауне у нас ребята сейчас играли мид, мапа более сжата, она более поменьше, и там перетяжка за сторону обороны более быстро может производиться, то есть, по фасту просто ребята передвигаются... Ну, где, да. Здесь срыв в городе, в ВВГ намного больше мапа, здесь нужно вам будет чекать и боковую, и тэшку, и винты, это только альфа, я про бету вообще молчу, там, как бы, мид, дом, дорога, если еще и винты пропустят, это тебе еще перемычку ловить и прочее, и здесь приходится растягиваться на мапу, просто банально растягиваться двоих, ну, или одного, по крайней мере, ребята по-любому будут оставлять под бетой, чтобы, там, чекал мост, дом, мид и прочее, то есть, как бы, растяжка будет огромная, если будет прессинг в одну точку, то одну точку с... вот просто без моментальной хелпы, без моментальной стяжки вообще никак не удержать, и, собственно, если будет уже мораль и скилл ваших оппонентов на высоте, то здесь уже просто можно писать ГГВП, спасибо за игру, и просто эскейп в два раза энтер, как бы, такое дело. Я сейчас зашел в профиль команды Сахарной Попкин, у Никиты такая, хорошая Алла стоит на сайте арены. Ты меня заинтересовал. Я сначала не обратил внимания почему-то на меня сейчас вот... А, ясно, ясно, понятно. Сейчас вот ты меня немного рассмешил, ладно. Не будем об этом. Не будем об этом. Что, какую у нас сторону будет выбирать? За защиту. За защиту хотят? Да ладно. Подожди, а разве не сахарные? А, не, у нас не сахарные. Да, взяли хардплеевцы, то есть. Почему за защиту, я не знаю. Ну, может, ребята такиваются из тех соображений, то что слабая... Нет, в принципе, у них уа. Начнем с этого. Уа, ну, уа. И если на альфу заходить, то это фигово. Ну, знаешь, как бы, то, что у тебя в руках уа, это тоже тебе не делают подписи, типа, все, бог игры, уничтожаю, кого хочу. Нет, не в этом, не в этом смысле, в аксинтме неправильно понял. Уа, хорошо, хороша на узких, узких, позже мой, узких проходах, да, если я уже все, язык заплетается. Ну, смотри, а ес, тэшка, боковая, то есть, в упор, раз, два, все. Ну, ну, у нас моменты, когда просто, знаешь, в тэшку заходят в самый угол, через ширину пошла нашивка, банка упала тоже. То есть, здесь такое тэшка, тьфу, тэшка, уашки не всегда могут спасти. Просто, если действительно играет оппонент на скиле, ну, или же хотя бы на рандоме, рандом тоже часть скила, как ты говорил, вот, то просто выход из тэшки моментально по сторонам, и где-то банка рандомная или еще что-то залетает, и как бы, ну, тут ребятам уже, как бы, уа, не помогут вообще ничем, чисто забили. Уа и уа, неважно, да? Да, да, да. Согласен с тобой, согласен полностью. Просто, боже мой, чат твича, а только об одном и спрашивают практически. Ох, нормально. Ладно. А мы с вами продолжаем смотреть за битвой за июнь, финальной стадии. Сейчас встречаются хардплеевцы против сахарных попочек. Первая карта металл упала в копилку сахарных, как мы все с вами. Это прекрасно видели, у меня что ли ПБ вылетело? Нет, все нормально. Нет, нормально. Все нормально, да. Сейчас вторая мапа играется, ОВГ. Если сахарные ее забирают, то, собственно, ГГВП. Поздравляем сахарных с проходом в гранд-финал. Если же нет, то будем с вами смотреть за третьей мапой. Ну что, Макс? Что, Макс? Что, Макс? Здесь уже есть у нас накал боковой. В принципе, хорошая перестрелка, отказки минуса. Ну, в принципе, этот парняга у нас отыгрывал довольно-таки продуктивно еще в коллективе пингвинов. Очень хорошо парень показывал себя. Ну и здесь приходится парню вспоминать прежний скилл. И на команду пока что не надеется, насколько я вижу. Просто играет в свою игру. Его игра, его игра. Она ему принадлежит. И таким же, как и он. Ладно, окей. Стихоплю из меня не очень. Но, тем не менее, заход под беты у нас осуществлен. Невада 100 хп в запасе. Давайте за ним понаблюдаем. Вот этот пароказник у рефрижератора находится. Ну и, собственно, пытается выцелить своих оппонентов. Понимает то, что здесь уже, да, просто мастер хе Невада. Браво. Понимает то, что здесь рядом находится Тей. Ну и, собственно, бамбучи на пропрыжке. Или перемычка, кому как удобнее. 71 хп у бамбучи. И 23 хп в запасе Невада. Невада тоже у нас отпадает. И понаблюдаем за Рэлом. Ой, хороший заход в Тэшку. Но, к сожалению, перестрелка не очень удачная выдается. И ребята молодцы. Берут первый раунд в свою копилку. Хороший заход был только для Каски. Да. От Треверан, да. Так что... Ну и Каски выдал три полкил в первом же раунде. То есть, как бы, неплохо так ударил по морали своих оппонентов. Типа, ага, ребят, не-не-не, проснулся, сейчас все будет вам. Да, но только Динамашина уже выходит с Вентол. Бамбучий Каски еще остается в Альфе. Идет перетяжка от Лютого вместе с Лифаном. Бета полностью, полностью Бета практически отпускает. Еще Лифан там остается. Динамашина даблкил. Лютый размен, он неплохо пока что идет. Макс, Макс, Макс. Бета отпустили, а Невада. Тогда Бета отпустили. Бета отпустили. Тут очень хороший фейк произошел. Реверент даблкилом отвечает в конце этого раунда. И один-один. Собственно, сахарные попочки никуда не собираются отпускать своих. Обиделись. Любимых оппонентов. Сахарные обиделись, просто уничтожили сейчас своих оппонентов. Да, сейчас диабетом, сахарным диабетом заразят. Да, это такие ребята, они могут. Но вектор атаки у нас, опять же, пока что не определяется. Но есть у нас уже конкретный прессинг под Альфой. Бедные Каски просто огреб сейчас неплохо. Ну и Тей уже находится в двойке. Есть перестрелка. Рев выдает уже трипл килл в этом раунде. Не знаю, просто начинает уничтожать. Никитушка халпа забирает Лифана. Ну и, собственно, от Рева квадрокилл в этом раунде. Второй раунд в копилке коллектива сахарные. То есть они такие, ну ладно, сейчас мы вас так чисто бить сильно не будем. Мы расслабимся. Щетку только подставьте. Да, а сейчас такие, типа, ага, вот так вот вы с нами, мы вам поддаемся, вы нас уничтожать начали. Ну ладно, ну ладно. И, короче, они им вообще никакого шанса не выдают. И сейчас как раз-таки вот просто Эпик Фэл делают коллектив Хардплей. Понимая то, что Альфа у них довольно-таки слабое место, усиливают ее позиции. А Лютого оставляют, ну, под бетой. И, собственно, фаст бета проходит. Невада уже вырубает Лютого. Должна быть информация, что это бета. Перетяжка, там уже бамбуча. Все просто на пропрыжку. Бегом-бегом принимает своих оппонентов. Но плейнт уже установлен, а так ни одного оппонента ребята и не увидели. Вот только дуо уже прочекали, но парняга уже слился на мост. Есть у нас перестрелка на дороге. Там у нас дуо. Давайте, собственно, на него переключимся. Но пока что парень играет довольно-таки аккуратно. Ожидает холпы с плейнта. Лепан, тем временем, минус по Неваде. Моментальные размены. Никитушка и бамбуча. Выпускают у нас фраг по РАД. Садятся на дефьюз. Хорошо пошло дело. Ой-ой-ой. Вот это было обидно. Просто Динамо заходит в спину. Минус два зажимом с дуалов. Ну и, собственно, третий рам в копилке коллектива сахарная. Про Динамо. Про Динамо просто всех своих противников. По крайней мере, двоих уж точно. Очень хорошо. Тут по-быстренькому передам. Передайте привет, умнички. Умничка, тебе привет. Тебе привет, и мы возвращаемся обратно. К игре. Динамо-машина снова есть. Опен фраг в этом раунде. Ревенд отвечает. Да, луки лом. Каски размен. Неплохо. Последний остается у Бальки. 44 кп. Его оттуда Никитушка выбивает. И лютый. С винтов. У-19-3 против у-19-3. Хорошо. 12 кп в запасе. Ну, тут уже с пятерика. Невада поджидался его. Проказника. И это уже какой у нас счет там? 4-1. Боже мой. 4-1. В том числе, я даже переключаться не успевал среди игроков. Я ищу где, кого, куда, где фраги, где, что вообще, куда переключаться. Нету вообще нигде. Просто всех убивают. Есть заход на винты. Попытался ты здесь подсевить с дуалами. Но ревов так просто не проведешь. Есть минус. Моментальные размены отказки. Есть серия минусов. Просто ребята начинают уничтожать своих оппонентов. От лютого моментальный заход на винты. Собственно, убрал двоих своих оппонентов. Ну, и позволил своему коллективу немного прожить подольше. Но здесь уже Невада, опять же, чекает мид. У лютого 30 хп, у Невады фул. И дуо тоже фуловые. Проходят под бета. Установка плента. Ну, и, скорее всего, это будет закрытая оборона дома просто. Не знаю. Ну, тут такой пот сейчас будет. Такая обида, такое уничтожение. Я не знаю. Если ребята сделают все по грамоте. И встретят своих оппонентов, собственно, что дуо и делает. И сейчас у Невады будут большие проблемы. Проход есть и просто дубль. Чисто так должно было быть. Лютого на широкое убирает. И Лифана, который бежал на помощь, тоже сразу же баночкой в голову. Баночку в голову оформляет парню. Ну, и этот пятый раунд. Копилки коллектива сахарные. Я уже даже не знаю, о чем здесь говорить. Выпускаем новое издание учебника. Как правильно доминировать над своими соперниками. С. Сахарные попки. Издание 2016 год, 14.07. Все запомнили? Все. Вот, смотрим за этим изданием. Пока что каски. Да и не только один каски. Все, все хардплейцы находятся под бетой. То же самое можно сказать. И про сахарные попки. Единственное, Реверент у нас находится на Альфе от Невады. Есть минус. Даблкил. Лифан размен. Квадди на машине. Даблкил. Хорошо. Пока что даблкилами на вас. Отвечают обе команды. Есть поставленный фугас. Бамбуча минус. На медле. И Реверент. Собственно, MVP. Данные мапы. Данные игры. Он просто уничтожает. Но он не знает, что ребята уже будут работать. А нет, знает. Уже видит Лифана на винтах. Ну и, собственно, Бамбуча через Т-шку. Довольно-таки громко идет. И понимает, что сейчас будет поджим. И, собственно, Бамбучу отсекает из этого раунда. 14 кп. У Реверент. Ой-ой-ой. Куда? Да, катится мир. Остановите планету. Я просто сойду. Я не могу. Да даже мне больно за таким избиением смотреть. 14 кп. В прыжке. Банка. Просто минуса. И как так можно? Просто они сами отдали всю инфу про себя. Что Лифан, что Бамбуча. Бамбуча там просто скакал. Типа, хе-хе. Я в Т-шке. Бери меня полностью. Ну, че. Я не знаю. Как так можно громко играть? Ну, это большие ошибки. В соответствии коллектив Сахарный этим и пользуется. Шестой раунд в их копилке. И мне кажется, здесь даже на смену сторон ребята перейдут с большим счетом, чем в предыдущей игре. Ну, Лютый вот сейчас забирает у нас Реверент. И остается Дуо против четверых своих оппонентов. Ну, скорее всего, 7-2. Опять же и будет у нас на смену. Но там уже посмотрим. От Бамбуча есть выход. 34 хп в запасе у Дуо. Ну, и халпа от Лифана через мид. Ну, и, собственно, Дуалы в упоре против Дуо. И то Дуо его услышал и успел нашить. Рандомная голова. И как бы на этом было бы все кончено. Очень, очень больно. Очень быстро. Реверент под ХЕшку. Нет, все нормально. Под Бетто будет нас полностью уходить. Единственный Лютый последний. Единственный Лютый находится под Бетто. Реверент будет через боковую проходить. Один машина, минимум, через Т-шку. Реверент хорошо встретил Каски с должным почетом. Отправляет его на кау. Заход в верхний дом. Откид ХЕшки от Лютого. 38 хп остается в запасе. Будет Невада давить дальше, но он РКЕ решил присесть. Отдохнуть. 4-4 ситуация. Можно дальше воевать. Реверент уже как-то смещает у нас больше под Т-шку. Т единственный последний остается под Бетто. И самый ближний игрок на перемычке. И Динамашина его забирает с ОА-93. Задуалил по-пацански, как говорится. Все легко и просто. Бамбуча вместе с Лифаном находится в очень щекотливой ситуации. Могут сейчас их на перекрестный огонь, на самом деле, забрать. Бамбуча Грэвером, да. Забирает. Хорошо. Одинамашина. Размена бамбуки. Бамбука. Бамбуча. Извиняюсь. Ну тут 2 в 1. 9 хп и... Ну... 7-2. То есть, ну... А можно уволиться, пожалуйста? Вот серьезно. Ну как бы такая игра, ребят. Это все очень, очень. Пишите заявление по собственному. Разрешаю. Так что быть не... Не будем портить вашу трудовую книжку. Не, ну... Хардлей, но... Ну нельзя ж так. Нельзя ж так. Я не знаю. Вот я помню игру, где пингвины сливали просто катку. Там было 8-1. Первая половина матча прошла. Я думал, вот там было уничтожение. Как бы все уже просто чисто хана. А потом пингвины в итоге делают камбэк из реал, допы. И на допах выиграют своих оппонентов. Вот эту катку я очень хорошо помню. Но... Это одна из первых своих каток, которые ты комментировал, по-моему. Да-да-да. Вот именно таких уже более... Справили десятки. Ребят серьезных. Но я тогда думал, что 8-1 это уничтожение, просто избиение. Но я вот так понимаю то, что вот тогда я дико ошибался. Там как бы смена сторон чисто все зарешало. Был ответ. Чисто ребята обиделись. Такие... Ну все, держитесь. Сейчас я вам покажу, где раки зимуют. Эгэгэй. Вот. И... А сейчас тут даже смена сторон как бы не помогает. Ребята, мне кажется, уже просто сидят. Такие чисто... Ну, давайте, пацаны, по фану погоняемся. Уже видео отрубаем, короче, ребят. Ну, даже если будет протест, как бы вообще пофиг вам. Вот. И... Уже от Динамо есть опенфрак по бамбуче. Не знаю. Атака опять у нас играет очень и очень, так сказать, щепетильно, аккуратно. Просто ребята пытаются нащупать своих оппонентов где-то. Че их щупать? Их надо убивать, ребят. Просто уничтожать. Динамо вторую голову находит и третьего убирает. Да боже мой. Просто я не знаю, что творится. Вот эти мэс, ребят. Ну че? Люто, иди на мост. Эфан, на мост. Это слышно у меня сейчас? Как шумнотоцикл, да? Нет, ничего не слышно было. Ну как бы здесь затмевал крик, избиение. Спасите, помогите. Как бы только это. Я на первом месте. Я еще пальцем даже не притронулся к клавиатуре. Как бы понимаете уже суть доминации, да? Это, мне смешно. 8-2. 8-2 в молоко. В молоко. Не, в биоряженку. В бифидок, я не знаю. Ну серьезно. Ацидофилин. А? Ацидофилин. Вкусная шняга. Попробуй, купи в магазине. Должна быть. Я пробовал. Значит. Ну вот, вкусняшечка. Вкусняшечка. Ну смотри. Ребята сейчас втроем у нас пойдут по мосту. Там у нас Динамо будет работать с Аугом в руках. Ну и, собственно, мне кажется, трипл килл этот парень оформит в этом раунде. Ну, не знаю. А, не, 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 не. Услышал. Услышал. Услышал своих оппонентов. Все. Пошел. Пошел в отрыв просто. Ну, Бамбуча отрывает голову своему оппоненту. Есть информация, что это фаст бета. Реверант нащупал своего оппонента через дым. Просто шикарно. Но должна быть информация, что это бета. Ну, собственно, да. Здесь уже и от Невады есть тяжка моментальная в руках. У него у А-193 парные. Сейчас будет мстить за всю боль. За всю кровь. Реверант опять нащупал голову Лютого. Каски. Попытался что-то сделать. Ну, нащупал своего оппонента Никитушку. Он нащупал. Что-то меня заело на этой фразе. Ну, да ладно. Да, щупать, щупать. Там что-то все щупается у Лакса. Да, бамбучий каск есть по минусам. Последний остается. Реверант. Реверант есть. Минус по этой. Будет дальше проходить. Бочки нету. Можно спокойно зайти вверх дом. Он понимает прекрасно, что заход. Заход нужен сразу на минус играть. Но тут прекрасно огонь его встречает. И сейчас становится уже 8-3. Ну, раунд больше, раунд меньше. Какое-то противостояние хоть сейчас проглялось. Ребята, наконец-то. Да, это долгий раунд был. Очень долгий. Да, это был долгий раунд. Но хотя бы здесь ребята сыграли просто на тимплей. Перекрестный огонь. Раскрутили парня на вертушку. Ну и, собственно, вот результат. Первый раунд в их копилке. Но сейчас забрасывают у нас каски ИТ под винты. Там Невада будет работать на приеме. Вот было бы смешно, если Реверенд их вертушкой бы оглашил. Вот это было бы действительно. Ой, как залетает сейчас от Бамбучи в голову Агдинамо. Но моментально разметка. Размет. 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 Разметка. Да, трассировка. Очень хорошее у нас происходит. У нас, видимо, то ли Альфа, то ли Бетта. У нас, так сказать, Никитушка там очень сильно зажат. Вот у него есть уже. Да, на восьмерке встречает каски. Также Бамбучи весь стейн будет проходить через мост. А Бамбучи у нас через дорогу. Вот ты, скорее всего, уже будет в дом заходить. Да и Невада тоже сместилась к Никите. Ну что, возьму Бетта. Бетта уже готовится. Готовится принимать Бетту. Мне кажется, с учетом того, что коллектив Сахарный готовый к приему Бетты, здесь уже раунд взять будет очень и очень сложно. Они оставили Лифана в Тэшке, его Дуо не выпускает. От Невады есть прием, отпадает у нас Тэй. Бамбучи сделал моментальный размен, но Дуо врубает Лифана и остается Бамбучи один в тро, один в три. И Никитушка втробанил парню просто все обойму в тушу. И этот раунд уходит у нас в копилку Сахарный. Сахарный 9-3. Я не знаю даже, что здесь сказать. Это как бы экшен, эпик, уничтожение, крушение. Не знаю, что еще добавить. Аллах Квакбан. Дуо решил нас проркадить. Два хп остается. Не дооценил он Тэй. Есть от него минус. Невада вместе с Реверендом. Быстренько отомстили за своего тиммейта. Пока что Вальфу не удалось зайти от Реверенда. Шикарная хая залетает планет. Учитывая то, что он уже чуть ли не на боковой находится. От Казки вместе с Лифаном прилетает. И Никитушка вместе с Динамом Машиной дают последние минусы. И ставят точку в финале лузеров. Поздравляем их с победой. Сахарные попки Бин проходят у нас в гранд-финал. Где они встретятся против команды Эмпауэр. И нас с вами ожидает Бест оф Файв. Думаю, что тут какие-то комментарии от нас, Макс, будут излишними. Насчет этих вот игр. Так, и надо быстренько пробежаться по чат, по чат. То там мне уже, алле, чё, да как. Вешалка! Тебе привет. Вешалочки. Приветик. И также СЖ, боже мой. Привет клану СЖ, передайте. Передаю вам привет клану СЖ. Я надеюсь, что правильно прочитал. Ой, пфу, название клана. Петя Машини. Машини. Машни. А, Петя Машини. Машни, боже мой. Ясно. Ясно, понятно, всё. Ну, в общем, игра у нас прошла довольно-таки продуктивно. Ну, по крайней мере, в пользу коллектива Сахарный. Ребята просто уничтожили своих оппонентов. Разобрали их в пух и прах. Но, комментарии насчет хардплеев. Ну, я здесь уже просто не знаю. Это такое дело... О чём говорить? О каких ошибках их было уйма?